Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, я директор агентства недвижимости в Хургаде, Акар Real Estate. Мы работаем с 2008 года. Сегодня я продолжу знакомить вас с вопросами, которые задают люди, постоянно проживающие в Хургаде, или те, которые желают постоянно здесь проживать, резиденты. Это вопрос об открытии бизнеса иностранцам на территории Египта. Конечно, Египет – страна благоприятная для инвестиций и для того, чтобы оказывать качественные услуги и зарабатывать, потому как все-таки это страна туристическая, особенно наш город Хургаде. Здесь туристический поток не останавливается круглый год, люди из всех стран мира приезжают для того, чтобы отдохнуть на Красном море. Поэтому если ваша компания, ваш бизнес связан с оказанием услуг в сфере туризма, то это, конечно, великолепно. Если вы особенно сможете такой бизнес грамотно оформить и оказывать услуги качественные. Также множество направлений, по которым может здесь работать иностранец. Это оказание услуг и продажа товаров. Это если мы говорим про ориентир на местное население. Это могут быть местные населения как египтяне, так и иностранцы, постоянно проживающие здесь. Есть множество примеров таких успешных компаний имеется на сегодняшний день в Хургаде. Все, конечно же, зависит в первую очередь от вашей квалификации, от качества услуг, которые вы оказываете. Это, наверное, золотой ключик к успеху любого бизнеса. И Хургада в этом случае не исключение. Еще одна особенность нашего города, Хургада, я думаю, что Египта в целом, это наличие недорогой рабочей силы. Недорогой, но опять же, если мы, наверное, будем сравнивать с подобными же условиями в других ваших родных странах. Что касается заработной платы сотрудников, то здесь есть некоторые особенности у нас. Как правило, не назначается высокая ставка для сотрудников для того, чтобы стимулировать их больше работать на прибыль вашего бизнеса. И назначается, помимо какой-то минимальной ставки, назначается процент от общей прибыли компании, ну или от прибыли конкретно данного сотрудника для того, чтобы его стимулировать на хорошую работу. Если, например, вы как сотрудник ищете работу в Хургаде и планируете найти что-то с хорошей, высокой ставкой и отсиживать свои часы, то тут, к сожалению, вам удача не улыбнется. В основном все работают на процентах. Это, конечно же, выгодно, я думаю, если работник грамотный, толковый и активный, это ему гораздо выгоднее, чем иметь какую-то конкретную ставку, которую он будет получать ежемесячно. Если мы говорим о среднем уровне зарплат здесь, то это от 1500 фунтов до 5000 фунтов, это от 100, предположим, долларов, где-то до 400 долларов. Все это варьируется, конечно, от компании, которая нанимает сотрудника от его квалификации и так далее. Как правило, высокие зарплаты получают здесь иностранцы, сотрудники отельных сетей. Это могут быть гастрелейшины, это могут быть турлидеры, те люди, которые работают непосредственно с туристами. Но, опять же, для таких зарплат нужно иметь соответствующую и квалификацию, и опыт, и знание языков, которые, как правило, не ограничиваются даже двумя. Это могут быть три, а то и четыре языка. Я думаю, информация о условиях, по которым набирают работников крупной сети отелей, вам малоинтересна, если вы, конечно, только не соискатель. Но сейчас речь не об этом, сейчас речь о маленьком бизнесе, частном бизнесе и о том, на каких условиях он открывается здесь, в Египте. И вот эта предыстория, перед тем, как я начну основное повествование, предыстория о том, какие же зарплаты сегодня у нас здесь в Хургаде. Я уже сказала, что зарплаты формируются из какой-то минимальной ставки плюс процента бизнеса. То есть имейте это в виду как работодатель, не назначайте высокую ставку, а лучше людей стимулируйте хорошим процентом от продаж, от прибыли. Что касается официального оформления работников, здесь в Хургаде с этим все очень сложно, но как во всем, в принципе, Египте. То есть если вы хотите нанять иностранца в свою компанию официально зарегистрированную, хотите нанять иностранца официально, то вы должны принять также не менее 10 сотрудников египетских. На каждого сотрудника выплачивается страховка в зависимости от компании. Но в среднем эта страховка варьируется в пределах 500 или 1000 египетских фунтов в месяц. На каждого сотрудника также каждый иностранец сотрудник должен получить, конечно же, если вы его официально оформляете, должен получить рабочую визу. Но это все теория. Что касается практики, даже крупные сети отелей берут на работу, людей здесь нелегально, не оформляя им зачастую рабочую визу, ограничиваясь только каким-то контрактом, который подписывается между сотрудником и работодателем, где указаны условия оплаты труда. Это очень сложно с этим оформлением иностранных сотрудников, поэтому только крупные работодатели, крупные сети отелей могут себе такое позволить. Ну, естественно, для этого, вы сами понимаете, нужно быть очень хорошим специалистом, чтобы из-за вас работодатель пошел на такие сложности в оформлении. То же самое касается и крупных магазинов, которые ориентированы на туристов. Ну, уже не говорим про мелкие частные компании. Везде люди работают здесь нелегально. Это, конечно же, чревато. Чревато последствиями, в первую очередь, для работников. Их могут задержать, их могут проверять. Но такое случается редко, и это не заканчивается какими-то глобальными страшными последствиями. Как правило, людей задерживают, приходит хозяин компании, объясняет ситуацию, платит какой-то штраф, и людей освобождает. Но в любом случае это неприятно. И, конечно же, лучше, чтобы все было по закону. Но реальность, она отличается от написанного на бумаге. Это всегда так, всегда, везде. Поэтому я сейчас здесь именно для того, чтобы рассказать вам о реальном положении дел с бизнесом в Египте. Если вы частный предприниматель и спланируете работать только самостоятельно, никого не нанимая, то никаких проблем не будет. Вы легко можете оформить компанию, легко можете вести здесь свои дела. Итак, начнем в первую очередь с условий, которым должен соответствовать человек, желающий открыть компанию в Египте. Прежде всего, вам должно быть больше 21 года, вы не должны быть судимы, не должны состоять на учете в психоневрологическом диспансере, не должны трудиться на государственной службе Египта. Но я думаю, эта информация мало актуальна, потому как иностранцы на государственной службе Египта не трудятся. Но эта информация может быть вам полезна, когда вы будете брать партнера в свой египетский бизнес, а это очень важный пункт, ни один иностранец не может открыть бизнес в Египте без участия египетского партнера. То есть вы обязательно должны вписать в уставные документы себя и египтяне. Очень хорошо, если вы найдете надежного, доверенного человека, который функцию номинального директора будет выполнять. Если это, конечно, не ваш реальный партнер, с которым вы собираетесь строить реальные бизнес-отношения. Если это чисто номинальный для оформления документов, то это должен быть очень надежный, порядочный человек, потому как по практике бывает здесь всякое, то есть человек может стать изначально по взаимной договоренности номинальным партнером, а в итоге, когда ваш бизнес пойдет хорошо, он начнет предъявлять свои права на прибыль от бизнеса в соответствии с теми условиями, на которых подписано ваше партнерское соглашение. То есть это будет 50 на 50 или 30 на 70 и так далее. Процентов я имею в виду от прибыли компании. Имейте это в виду и заранее подыскивайте хорошего, надежного партнера для открытия компании. Как же вот с этим партнером, если вы нашли подставную человека, для того, чтобы он выступил в роли директора, и вы могли открыть здесь официальную компанию, как с ним регулировать свои отношения? Естественно, все дела, которые связаны с оформлением документов, ведутся через юристов. Никто в Египте самостоятельно, учитывая сложности, специфику всех этих дел в оформлении не занимается, все делается через юридическую компанию, через юристов. В таком случае, если у вас есть такой номинальный директор, вы можете с ним отрегулировать свои взаимоотношения договором дополнительным, где будет указано, что он отказывается, к примеру, от части прибыли или от прибыли, и за какую сумму он с вами сотрудничает. Потому как он тоже, вступая с вами в такие договорные отношения по открытию компании, он также является собственником и также несет все риски, связанные с этой компанией. Может быть, вы нарушите закон, может быть, вы не будете уплачивать налоги, мало ли что может случиться. То есть, конечно, этот человек, он также несет дополнительные риски, и его услуги, конечно же, должны быть хорошо, достойно оплачены, и все, конечно, должно быть подкреплено договором, чтобы он не пострадал в случае чего. Рассмотрим также и с этой стороны ситуацию, не только с той стороны, что вас могут кинуть и обмануть. Случаи бывают разные, мы вот обо всем должны рассказать. Сколько стоит открыть бизнес в Египте? Здесь, конечно, стоимость услуг юристов варьируется от их квалификации и от того, сколько они, какую цену они назначают вот за свои услуги. Но, как правило, это варьируется в пределах 1-2 тысяч долларов. Также вам нужно будет положить некую сумму на счет компании. Все это зависит от того, какая сфера деятельности у вас. Как правило, для того, чтобы открыть небольшой частный бизнес, достаточно будет 5 тысяч долларов положить на счет. Может быть, и ничего не надо, то есть, ну, все зависит от сферы деятельности. Такая узкая специфика, юридически все эти тонкости вам расскажет только профессионал-адвокат. Потому как, естественно, если вы открываете агентство недвижимости, тут одни условия, если вы открываете магазин, совершенно другие. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом именно конкретно по вашему предполагаемому бизнесу. Я сейчас в общих словах рассказываю о том, как иностранцу открывать бизнес в Египте, для того, чтобы просто было какое-то хотя бы понимание ситуации, и вы могли для себя самого решить, вообще стоит с этим связываться или нет. Также есть возможность покупки готового бизнеса в Египте. Его стоимость, ну, абсолютно не фиксированная, определяется, естественно, только продавцом. То есть это может быть и 5, и 10, и 15, и 40, и больше тысяч долларов. Но здесь я вам дам один совет. Если бизнес, который вы планируете приобретать, ориентирован на местных жителей, на тех людей, которые здесь постоянно проживают, это могут быть как египтяне, так и резиденты, постоянно проживающие, обязательно уточните репутацию этого бизнеса. Потому как иногда люди, которые открывают какие-то компании, те же вот самые иностранцы, да, они, например, недобросовестно выполняют свои услуги, не соответствуют желаниям покупателя, получают плохие отзывы, слава распространяется. Город у нас небольшой, и слухи распространяются очень быстро, особенно все, что связано с продуктами, все, что связано с салонами красоты и так далее. И вот такой бизнес может быть уже с плохой репутацией, то есть его будет очень сложно поднять, даже если вы приобрели, к примеру, только помещение и оборудование. Он уже будет ассоциироваться с некими нехорошими моментами. Поэтому тоже это учитывайте, обязательно проверяйте, перепроверяйте, спрашивайте местных, если вы хотите приобретать уже какую-то готовую компанию. Какие еще нужны условия соблюсти для того, чтобы открыть иностранцу компанию в Египте? Конечно, у вас должно быть арендовано или находиться в вашей собственности помещение. Без помещения компанию не открыть. Здесь необходим адрес, четкий фактический адрес вашей компании, где она располагается. Это также будет влиять на величину налога, потому как здесь есть налог на аренду. То есть в зависимости от того, за какую сумму вы арендуете помещение, вы будете оплачивать этот налог. Вы получаете свой индивидуальный номер в налоговом реестре и разрешение торговой палаты об открытии бизнеса. В принципе, эти основные документы, опять же, все индивидуально, все зависит от того, в какой сфере вы открываете компанию. Вот это в общих чертах я рассказываю. После этого можете начинать работать. Учтите по срокам, открытие компании может занимать месяц, а может быть и до полугода. Опять же, зависит от того, к какому юристу вы обратились. Также учтите, что государственные учреждения в Египте, как правило, не оснащены компьютерной базой. Но сейчас более-менее еще как-то продвигается вот эта компьютеризация, чему, в принципе, я очень рада. Но есть такие еще места, где нет компьютера, где все записывается в большие амбарные книги. И вот этот факт должен вас насторожить. При оформлении документов лично проверяйте правильность написания, вашего имени, фамилии, паспортных данных и других данных, связанных с вами. Часто государственные служащие допускают орфографические ошибки. Очень часто. Поэтому обязательно проверяйте все написанное в уставных документах по вашей компании лично, имя, фамилию, отчество, паспортные данные, какие-то другие ваши личные данные. Потому как если ошибка укоренится, и все это уже будет заверено вместе с ошибкой, то она дальше, следом пойдет, пойдет, пойдет по всем остальным документам. И в дальнейшем исправить ее практически будет невозможно. Либо это в будущем может стать очень большой для вас проблемой. Вот я лично сталкивалась с этим моментом. Вы, конечно, ситуацию решили. Но вот в итоге такая вот ошибка в одной букве, в одной цифре, она может в дальнейшем существенно испортить жизнь. Налог. Конечно же, вы, как любой предприниматель, обязаны платить налог в Египте. За что? Ну, это, конечно же, налог на прибыль. Он подкрепляется соответствующими документами, чеками, выписками. То есть вы это все предоставляете один раз в год. Этим, как правило, 99,9% также занимается юрист. Здесь вы всем эти документы предоставляете. Он уже дальше их перенаправляет куда следует. И налог с прибыли вы оплачиваете. Второй налог – это налог у нас на аренду помещения. Я уже о нем говорила. И налог на заработную плату сотрудников. Но здесь все весьма неоднозначно. Что касается аренды помещений. Стоимость аренды варьируется и от 150 долларов и до 3000 долларов в зависимости, где находится такое помещение. Сейчас говорю об аналогичном по метражу помещении. Все зависит от того, в каком районе, какая проходимость, какая сфера деятельности у вашего бизнеса. То есть, если вы, к примеру, продаете какие-то пирожки, то вам, естественно, не нужно открывать свой магазин на Шератоне или на променаде, на тех местах, где идет основной туристический поток. То есть, ваш бизнес, он ориентирован больше на местное население. Если вы продаете то, что нужно туристам, то, конечно, туристы не появляются в районах отдаленных, в спальных районах. Я думаю, что это понятно и без объяснений. И единственный момент, который я хочу сейчас озвучить для будущих предпринимателей, когда вы берете помещение в аренду, постарайтесь заключить максимально долгий контракт на аренду с арендодателем. Это может быть контракт и от трех, и до пяти лет. Как правило, все предлагают договор аренды на год. Но есть специфика местная, что если такой арендодатель, он увидит, что ваш бизнес пошел хорошо, вы получаете прибыль, то на следующий год он может вам предложить перезаключить договор аренды уже со стоимостью в два, то и в три раза выше. Такие случаи бывали, я говорю, что было действительно в реальности, ничего не придумываю, поэтому постарайтесь заключить на максимально долгий срок. Три, пять лет. На пять лет вряд ли пойдут, но на три, я думаю, с вами договор заключат. Вот, ребята, на этом все. Более подробная информация по открытию бизнеса в Египте иностранцам на нашем сайте. Ссылка, она уже стоит в описании к этому видео. Переходите, читайте, там более все подробно рассказали наши специалисты с цифрами, с примерами. Также цифры есть по аренде. Я думаю, что вам будет это интересно и полезно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, комментарии. Я все всегда читаю, на все комментарии отвечаю. Пишите вайбер ватсап, если что-то срочное по покупке квартиры в Хургаде, конечно же, обращайтесь к специалистам на чате на нашем сайте. Пока!